Девушка никому не отправляла фотографии своего удостоверения личности или банковской карты. Однако каким-то образом жительница Нур-Султана стала жертвой мошенников. Я была дома, и мне приходит сообщение о том, что у меня с телефона сняли 10 тысяч тенге. После этого буквально я начала звонить, узнавать, что случилось, сняли вторые 10 тысяч тенге. И после этого я заблокировала интернет-покупки. Как выяснилось, деньги ушли на один из букмекерских сайтов. По словам Ирины, ставками ни она, ни ее муж никогда не увлекались. Чтобы разобраться в ситуации, девушка начала звонить в банк. В свою очередь специалисты направили ее на сайт. Букмекеры подтвердили, что платеж от Ирины прошел. Однако вернуть деньги они не смогут. Ирине сначала нужно доказать, что перевод – дело рук мошенников. Они подтвердили, что платеж прошел, потому что все мои карточные данные были введены, включая тот код, который находится на обратной стороне карты. То есть вот этот трехзначный. И кто это мог сделать? Ну, потом предположительно, что вот когда мы даем карту в магазинах или в кафе, то есть кто-то мог сфотографировать и использовать. Вот. Но я не знала о том, что когда у вас открытый интернет-покупки, настолько легко, ну, просто в виде данной у тебя деньги спишут. То есть нет защиты через, например, 3D Secure, подтверждение через СМС. Нет такого. Ирина сомневается, что деньги ей кто-то вернет. Она не может доказать, что перевод прошел без ее согласия. Банк, в свою очередь, не выдает официальное подтверждение, что сумма списана мошенниками. А без этого администрация сайта не вернет переведенную сумму. Вот такой замкнутый круг. Причина, по которой я сюда пришла на передачу, это сообщить казахстанцам о том, что будьте бдительны. Во-первых, будьте аккуратны со своей картой. Храните карту при себе. Когда вы находитесь в магазинах или в кафе, расплачиваетесь, не отдавайте, не передавайте в руки никому свою карту. Эксперт по информационной безопасности Медиатурин отмечает, что разоблачить интернет-мошенников можно. Но преграда этому – бюрократические проволочки. Нужно собрать доказательную базу. Нужно написать несколько стран, чтобы они ответили. То есть не все страны готовы делиться какими-то данными о каком-то конкретном человеке. Потому что человек, который занимается мошенничеством, он, скорее всего, использует ВПН. ВПН сервера находится за границей. И вам надо узнать, к этому серверу какие IP-адреса подключались. Против пострадавших играет к тому же и время, которое нужно на расследование. Чтобы найти человека, который списал с вашей карты, например, 30 тысяч тенге, уйдет около года. Полиция неохотно возьмется за такое дело. На сегодняшний день самый надежный способ защиты от сетевых мошенников – сознательность и бдительность, отмечает эксперт. Поэтому Медиатурин предлагает проводить бесплатные курсы по киберграмотности. Мы сталкиваемся с тем, что все пользуются социальными сетями, все пользуются WhatsApp, но никто не понимает, что они подвергаются также риску периодически ставить разные пароли в разных социальных сетях. То есть не используют один и тот же пароль, как многие привыкли. Используют один и тот же пароль для почты, для мессенджеров, для всего-всего-всего. И не переходить по ссылкам от незнакомых людей. Из года в год мошенники придумывают все новые трюки. Жертвой злоумышленников сегодня можно стать, даже не передавая никаких данных. Выходит, что статус открытых покупок в приложении – еще один способ наживиться за чужой счет. Поэтому лучше не оставлять банковскую карту без присмотра. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и ставит нас порой в уязвимое положение. О том, как сделать свою жизнь в виртуальном пространстве более безопасной, вы узнаете в программе «Цифровой Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова